Мои дорогие друзья, я Александр Печуф и сегодня я отвечаю на вопрос, какие последствия ждут Европу, как говорится, касаемо войны Украины и России. Как это отразится на Европе, да? Вкратце, естественно, информация, как это отразится. Ну, первое, что мы видим, это торможение каких-то, то есть не будет поставок зерновых культур. То есть это зерна, все, крупы и так далее. То есть это, видать, так можно сказать, так как поставщик основной Европы, это Украина чаще, там, допустим, масло, крупы, да? Из-за этого будут проблемы. А вот в Европе, то есть уже некоторые продукты не будут существовать, которые из зерна, там и так далее, готовится и питание животных и так далее, да? А аналогов пока чуть не видно. Дальше, что мы тут видим? О, интересно вот это. То есть, возможно, даже европейцы будут давить на своих, так сказать, президентов или как, да? На свое начальство, чтобы какие-то санкции даже понизить немножко, да? Сделать касаемо продуктов питания и так далее, первой необходимости, да? Потому что людям, мы видим, придется запасаться. Они уже запасаются, они все понимают. Неотупевшие называется, да? Да, это в России терпилки некоторые. Вот, есть промытые мозгами. А тут мы видим, что они, наоборот, сопротивляются, да? То есть, они уже понимают, чем это грозит. Так, чем это грозит дальше? Опа-на! То есть, мы видим тут полный крах еды. А тут даже не спасут какие-то химические питания и так далее. Но тут, видите, в чем дело, то есть, настолько это может ударить потом по сельскому хозяйству Европы и по питанию, как говорится, что европейцы будут потом требовать, да, своих руководителей, чтобы некоторые санкции, как говорится, с Россией убрали, возможно, дальше. Но Россия не может быть слишком большим экспортером, да? Она, Украина, экспортер больше, чем Россия. Поэтому, кстати, Путин и стал свою войнушку вести. Так, чем это закончится? Мы видим, что каким-то образом с Украины все равно сырье, то есть, крупы и так далее будут отправляться, пытаться. Непонятно, возможно, это бизнесмены, бизнес-конторы какие-то, возможно, не трогаются, поэтому будут пытаться это делать. Но Россия не может быть экспортером прямо. Если она станет экспортером, вспомним, да, то, что я тогда говорил, если Россия станет экспортером, то российский народ будет голодать. То есть, бизнесмены русские, они лишат, как в советское время, как говорится, Россию еды. И России придется самим уже потом себя обеспечивать. Но на государство и не стоит надеяться. Вот такой, в принципе, вкратце расклад. Мы видим, что я и говорю, что народ будет против и будет пытаться составлять, убирать какие-то санкции, не участвовать в много чем, как и НАТО, да? Вот такой вкратце расклад. Всем удачи, успехов. С вами был Икс МЧУ. Вставьте на кинопис на канал. Будет много чего интересного дачи. С вами был Икс МЧУ.